Приветствую вас, дорогие подписчики и уважаемые гости канала A Handful of Boys, и сегодня на нас падает первый обзор команды в новой редакции, именно полноценный классический обзор, где я вместе с вами буду читать правила команды, всех её оперативников и также давать свои советы по геймплею. Так что приветствую вас на выпуске, как играть за Тимпестус Аквилонов, новую свежую команду Сционов, можно сказать, лицо новой редакции Kill Team, потому что это одна из стартерных всё-таки команд, поэтому её и хотела сделать первой в очереди на обзор. Так что давайте приступать. И по классике, где же Тимпестус Аквилона находится в условном терролисте? Пока что составлять терролисты очень условно и, скажем так, нерелевантно, потому что редакция, пожалуйста, как бы началась, пока ещё никто точно не понимает, как вообще всё работает. Вот, но с моей перспективы Тимпестус Аквилона это по крайней мере хорошая вот крепкая команда, середнячковая, то есть она явно не поломанная, она явно не слишком сильная и не слишком слабая, она вот просто окей команда с хорошими инструментами и весьма необычным и в чём-то уникальным геймплеем, хотя у меня есть определённые личные претензии к геймплею Аквилонов, которые я озвучу, наверное, ближе к концу этого выпуска. То есть, по-русски хорошая крепкая банда, вряд ли её там будут нерфить, вряд ли её будут бафить, то есть она вот, по-русски, действительно такой маленький эталон баланса в целом на старте новой редакции, да. То есть в этом отношении она у меня вызывает только положительные эмоции. Вот, по киллзонам я не думаю, что они сильно отличаются в эффективности, но разве что, мне кажется, на всё-таки закрытых столах по типу Галоударка они будут чуть-чуть похуже, чем на открытых, просто за счёт того, как работает их Абилка. По составу команды всё поедельно, просто у нас 10 моделей, 1 лидер и 9 пацанов, условно специалистов и обычных трупперов, что сразу хорошо, у нас меньше специалистов, чем мест, поэтому мы всегда берём как бы всех специалистов и добавляем к этому кучу бомжей, а конкретно целых 3 обычных бомжа, хотя у них есть свои собственные вшитые в них приколы, поэтому, пожалуйста, как бы тупыми бомжами их назвать нельзя. Единственное ограничение, которое на нас накладывает состав команды, это невозможность взять одновременно двух ганнеров, Марксмана и Туарель, то есть, когда речь заходит об этих четырёх оперативниках, мы можем выбрать только трёх из них, то есть, скорее всего, двух ганнеров и серого центра, и, скорее всего, будем играть именно таким набором, плюс потому что Марксман немножко дебильный, о чём мы, собственно, поговорим, когда дойдём до его даталиста. Также обратите внимание на фиксированные закачки у Тимпестора, да, он не может взять Power Weapon и Relic Bolt пистолет одновременно, то есть, у него вот привязаны пушечки к его орудиям ближнего боя, это важно, не склейте себе случайно невалидного Тимпестора. Вот, ну и там также у сервер-сентра тоже есть одна опция, но она там плюс-минус более очевидна. Итак, обилка команды Drop Insertion. Вот в Kill Team есть разные типы условно обилок и взаимодействия обилок с командами, есть команда, у которых обилка — это просто какой-то пассивный бонус, который на них сверху ложится и особо не отражается на их геймплее. А есть команды, где обилка, как бы, собственно, их собственная фрикционная — это то, от чего команда играет, и Тимпестус Аквилон — это как раз такая команда, потому что их обилка Drop Insertion — это именно то, что является основой их геймплея и, главное, их отличительной фичей, да, без них это просто были бы очередные гвардейцы, стреляющие на Тайплюс. Итак, как работает Drop Insertion? Это у нас буквально десантура, потому что, когда мы выставляем Тимпестус Аквилонов на стол, собственно, перед битвой, мы обязаны выставить на стол только одну треть нашего киллтима, а оставшиеся две Тайты мы можем, собственно, запульнуть условно наверх, да, то есть отправить их в условный, да, десант в воздух. Вот они у нас висят в воздухе. За каждую Тайс мы кладём по Drop Marker, собственно, полностью в нашей Drop-зоне. Drop Marker, если что, это не то чтобы какой-то там шизофизический объект, то есть, по-моему, они всё ещё считаются как бы как от точки, хотя у нас сейчас официальный диаметр Marker'ов — это 20 мм, ну, в общем, это не так важно, да, то есть это очень хорошо уже само по себе, то есть у нас команда совершенно не привязана к столу, потому что на столе у нас, собственно, вот на момент своей остановки оказывается или три модели, или четыре модели, а все остальные оказываются условно вне стола, и потом уже постепенно могут на него выходить. То есть, что хорошо сразу у Аквилонов — это команда совершенно независимая от стола, на, в принципе, абсолютно любой остановке Террина они будут чувствовать себя вполне комфортно. Ну и далее, зачем нам нужны эти самые Drop Marker'а? Да, во-первых, они двигаются в этап стратегической фазы, как стратегический гамбит, двигаются они на четыре дюйма по горизонтали, то есть они могут, они вообще игнорируют Сарейн, вот что важно, то есть они спокойно перелетают через всякие Триверсабл-штуки, которые больше не Триверсабл, а просто мешающие Сарейн, да, они могут условно залезать на авантажку зачем-то, хотя им это не нужно и не особо полезно. Вот, то есть, пожалуйста, двигаем их на четыре, игнорируя вообще всё, и на голоударке мы в том числе игнорируем стены, что важно на голоударке, а редко что игнорируют стены, наши Дрюб-маркеры могут проходить сквозь них. Ну и далее, уже когда у нас начинается сам ход, так сказать, Firefight фаза, наши Тимпестус-Аквилончики наверху могут быть активированы, и, собственно, активируются они как обычные наши модели, то есть мы тратим на это, как бы, свою активацию, да, для учёта-подсчёта количества активаций у ворвочей-порвочей, активация Тимпестуса на орбите, она считается как его обычная активация на столе, и когда мы это совершаем, у нас есть, собственно, два варианта. Мы либо им пасуем, то есть сделаем его expanded, то есть он просто остаётся наверху, никуда не выходит и ничего не делает, или мы можем его высадить. Собственно, если наш Аквилон садится, то он ставится в килл-зоне следующим образом, вторых от одного из наших Дрюб-маркеров, также только по горизонтали, то есть можно спокойно закинуть его на авантажку, а если мы не хотим по какой-то причине выходить вторых от нашего Дрюб-маркера, мы можем высадить его просто целиком в нашей Дрюб-зоне, то есть даже если у вас Дрюб-маркер улетел куда-то, куда вы не особо хотели, всегда можете просто безопасно пульнуть вашего Аквилона себе в диплойку, да, и он, конечно, потеряет определенное, собственно, количество инициативы, да, за счёт этого, потому что ему придётся из диплойки выбираться как бы куда-то обратно в поле битвы, но, тем не менее, это нормальная опция, которую можно иметь. Далее, нельзя вылезать в ближнем бою к так называемому контролу оранжеврежеских оперативников, только если это не пайкорисор. Пайкорисор — это наш единственный оперативник, который может сетапиться в ближнем бою, это важно, это его основная фича. Далее, нельзя никакой частью базы закатываться под вантажку, ну, логично, потому что темпестеры, они у нас типа падают сверху, и поэтому они не могут упасть под крышу, и пайкорисор мы ставим на наш выбор, да, то есть вполне такой лояльный способ выставить нашу модель условно из дипстрайка. Модель, которая вышла, да, из дропа, она считается совершившей репозишн, то есть она потратила уже условно 1 апрел на выход, и, допустим, если у нее какое-нибудь правило у пушки там а-ля Heavy Dash, да, или просто Heavy, стрелять она с этой пушки не сможет, что очень важно. Далее активация продолжается как обычно, и что тоже прикольно и полезно, вышедший оперативник считается в состоянии Obscured до конца следующей активации, то есть у него есть вот маленький такой запас выживаемости, потому что, да, по целям в Obscured стрелять немножко тяжеловато, и на оппонента накладывается большой дебаф. Конечно, это дебаф, который работает только всего 1 активацию, но все равно это прикольно иметь, да, такой маленький поятный бонус. Что еще стоит понимать по поводу обилки в Дарупа Инсершн вот на этом этапе? Я почему-то сам думал сначала, что мы именно прикомандировываем Таэти Килл Тима к каждому маркеру, и у нас каждого маркера должна выйти именно вот та конкретная Таэть Килл Тима, которую мы на этот маркер повесили, однако это работает не так. Да, то есть у нас любая модель, да, засетапленная наверху, может выйти с абсолютно любого из наших двух Даруп маркеров, и это абсолютно как бы по правилам и нормально, и так это играется, что очень здорово и дает нам определенную свободу действий. Вот, и далее, что тоже немножко необычно, мы сетапим наш Килл Тим условно на 3 равные части его делим, но мы не можем поделить 10 на 3 равные части, то есть у нас получается 2 части по 3 модели и 1 часть по 4 модели. И вот что забавно, ничто не обязывает нас выставлять 4 модели именно на поле боя на моменте сетапа нашего Килл Тима, да, то есть мы вполне спокойно можем выставить маленькую группу из 3 моделей и 4 модели, и 3 модели, соответственно, запульнуть куда-то вверх. Да, то есть это все само по себе весьма неплохо. Однако есть еще дополнительные ограничения на Даруп инсоршн, потому что эти наши самые маркера, они немножко сгорают, и у нас есть определенные ограничения на вывод наших оперативников. Что самое главное, на конец первого хода у нас уже должна быть засетаплена половина нашей команды, да, даже, вернее, больше половины нашей команды уже должно быть на земле, потому что по букве правил меньше чем половина нашей команды может быть засетаплена на конец первого хода, да, то есть у нас 6 моделей должно быть на столе на момент конца первого хода. Это просто то, чему правило нас обязывает Вот, и далее Когда мы подготавливаем наших оперативников на второй и на третий ход То есть, когда ход условно начинается, мы один из наших маркеров скидываем Вот, и также, когда вот мы подготавливаем оперативников на третий ход Мы скидываем последний свой дрипмаркер И, соответственно, все не вышедшие наши пацаны, они сгорают наверху Вот, то есть, нам нужно высадить всю нашу команду на конец первого хода И, собственно, хотя бы три модели на конец первого То есть, есть определенные ограничения, которые стоит учитывать Вот, но, да, опять же, ничто не запрещает вам вылезти тремя моделями, да, на конец первого хода И четырьмя моделями упасть уже на второй ход Это также вполне легально и вполне работает Вот, наверное, даже лучшая стратегия, по большей части Хотя это пока что не точно Вот, что я хочу сказать Дарупинсаршн это действительно, как бы, фишка этой команды И эффективность аквилонов Она будет на прямую зависеть от того, как вы умно распоряжаетесь вашими Дарупинсаршн маркерами, да Потому что очень многое, опять же, на картах зависит от стола От позиционки, от вашего оппонента И когда вот вы точно поймете, да, какой маркер куда ставить Куда его двигать И, соответственно, кем когда лучше выходить Вот это будет, собственно, как раз влиять на ваш геймплей Я пока не могу дать точных советов, да, кого куда стоит сажать И кого куда стоит выводить Это всегда очень индивидуально, да, и зависит от ситуации на столе Но какие-то общие мысли я вам покажу И, по крайней мере, покажу просто немножко логику И геометру того, как это выглядит Потому что вот у нас есть пример размеченной карты Это карта из предыдущей редакции В новой редакции таких карт уже нет У нас в новой редакции только той точки Просто я не нашел именно вот нормальную разлинованную карту В хорошем разрешении Поэтому мы чисто смотрим на геометру поля Вот, потому что сам размер поля не изменился И здесь есть, вот видите, удобная разметка по дюймам Вот у нас есть условные два наших дроб-маркера В нашей дроб-зоне Потом они, соответственно, вот так вот подвигались На 4 дюйма И далее у нас есть вот такой вот блок Который мы можем высадить наших оперативников То есть, что важно, на первый ход Мы долетаем в control range Непосредственно центральной точки Это важно Но мы не вываливаемся за пределы нашей половины поля То есть, условно, да Наш потенциальный выход, он ограничивается нашей непосредственно половиной стола Что все еще неплохо И, в общем и целом, просто дает нам дополнительное передвижение На несколько дюймов вперед, да То есть, наши пацаны могли бы примерно прийти То же самое расстояние на ногах Но они бы уже упирались в какой-то там мешающий террейн Это было бы неудобно И так далее, и тому подобное То есть, даже в самом банальном случае, когда вы не нашли никакого применения Более интересного для труп-майкеров Это банально небольшой бонус к нашей мобильности И далее, уже на следующий ход На второй ход Наш майкер один вот вываливается именно на центральную линию И залезает уже своим тайт-аренджом непосредственно на вражескую половину поля И на новых картах это чаще всего Возможность залезть на домашнюю точку оппонента Потому что домашние точки, они вот где-то примерно здесь находятся в новой редакции Что очень здорово То есть, мы можем легко в целом контестить домашнюю точку оппонента И накидывать на нее очень страшные угрозы Вот Но, что важно понимать по этой обилке По поводу Драпинсвейшна То, что она все же немножко предсказуемая И оппонент знает, где вы будете выходить И может как-то от этого отыграть Да, то есть, это важно Вы как бы сигналите оппоненту Так или иначе, вот смотри, вот это мой опасный блоб Из него будут вываливаться опасные пацаны Поэтому ты или заходишь в него и рискуешь, да, потерять свои модели Или ты просто банально от него отжимаешься И тогда уже вы, как игрока за аквилонов, не можете ничего ему сделать То есть, здесь вот есть вот этот небольшой минус заложенный в эту обилку В виде ее в целом предсказуемости И далее Далее, у нас есть еще одно фрикционное правило Это гравшуты У них все-таки гравшуты, а не джампаки Мы можем просто бесплатно даропаться, да То есть, неважно с какой высоты мы падаем Мы полностью игнорируем вертикальные дистанции Что прикольно и классно И вот, кстати, говоря о всяких прикольных даропах И паручих объявлениях У нас недавно Случилась хорошая новость Да, Red Pilegrim, моя любимая студия Вообще, на самом деле 3D печатная альтернатива Выпустила свою версию непосредственно аквилонщиков Очень классная, как бы, альтернатива И вообще, мне Red Pilegrim действительно нравится Вот среди студий Каких-то альтернативы По Вахе Потому что модели все еще сохраняют дух Вархаммера Вот не знаю Очень многие есть хорошие студии Но Red Pilegrim всегда был моим фаворитом И здесь в целом не исключение Очень люблю их модели И что, как бы, главное Зачем я это вообще сказал Потому что у вас есть шанс выиграть Эти самые модели, да Модели аквилонщиков от Red Pilegrim Если вы подпишетесь на моё бусте До 6 ноября Вот И в таком случае Вы выиграете, да Команду полностью, да Со всеми доступными закачками Всеми специалистами В общем, полноценную 3D печатную команду Которую напечатает тоже наш старый друг И партнер Геоэльф Ссылки на всё в описании И на Red Pilegrim И на Геоэльфа И на бусте Так что, если хотите получить себе Новую классную прикольную команду То подписывайтесь на бусте Участвуйте в розыгрыше Всем желаю удачи Вот Ну а мы переходим к стратегическим плойкам Аквилонов Они у нас в целом неплохие И они все, опять же, повязаны В чём-то на нашей механике Ну, как будто бы плюс-минус Первая Садан Оффенсив Они, точнее, все Порщают агрессивный геймплей Вот так Как работает Садан Оффенсив? Очень странная плойка Немножко Её странно заворзили Но она работает весьма просто Итак Мы считаем количество наших Темперсус Аквилонов Которые не умерли Поэтому мы можем считать Аквилонов, которые находятся Наверху И далее Мы делим это число На 2 Округляя вверх И это даёт нам число Х И далее Если номер активации Нашего оперативника Не превышает Х То его оружие Получает правило баланса То есть Перебороз одного кубика Ну, то есть Как это работает? Если у нас 10 живых моделей И мы применяем Садан Оффенсив То у нас на первые 5 наших активаций Будет бесплатный Ну, как бесплатный Пороса-перебороз кубика То есть В лучшей ситуации Это 5 КП Аролов По цене одного В целом Как будто бы звучит Неплохо Но с другой стороны Странно Потому что Как правило Все наши самые страшные модели Они хотят ходить последними Чтобы у оппонента Было меньше возможности Сореагировать На них И поэтому Как будто бы Немножко плойка странная Я пока что Не особо вижу ей применение Но Она может быть и забавной В том числе Да, то есть У неё есть какое-то применение По крайней мере Далее Майн-трейн-моментом Уже более такая классная плойка Которая явно будет использоваться На второй ход Это Возможность получить сивиры То есть Автокаид на наш Оружие Когда Наш Темперсу Саквилон Стреляет Или взяется Парут в готовой То есть Ареди вражеской модели Мы всегда хотим Именно убивать Все вражеские модели Которые не успели Походить То есть Именно Ареди модели И поэтому Получить по ним Автокаид Это на самом деле Очень полезно И очень здорово Учитывая И далее И далее До конца Короче Она какая-то Странная Немножко По-моему Она не стоит Одного КП просто И далее Дроп НС Более интересная Плойка Это улучшение Контороля АПЛ на конкретной Точке То есть мы выбираем Одну точку Точек у нас всего Таи И скорее всего Наш выбор Будет падать На центральную Или на точку Оппонента Вот На ней Наш АПЛ Считается На 1 выше Но для этого Нам нужно Хотя бы Одного Аквилончика Иметь в ее контрол Оренже Чтобы он ее Контестил И также Наша Темперска Аквилона Получает себе Плюс одну Атаку Вторых От маркера До максимума Правда в 4 То есть наши Именно хатхашные Специалисты Не сильно будут От этого бенефитить Но тем не менее Это прикольно Вот Не указано и новое КП у нас 2 на начало игры И плюс 1 каждый ход Поэтому их немного Да и просто Как бы нажимать Все у нас не получится Поэтому вот Мои личные фавориты Это Майн Трейн Моментум И Дарупен Секьюри Когда мы хотим В какую-то точку Залочить И ее точно захватить То есть мне вот В целом кажется Что Аквилона Хорошо играют в точки И Дарупен Секьюри Нам в этом помогает Файерфайт плойки Которые уже кидаются Именно в процессе Файерфайт фазы В какие-то нужные ситуации На самом деле Они чуть более интересные С моей перспективы Чем стратегические плойки Первый ход Даруп Когда наш чувак Высадился Вот из десанта Он получает Перебороз всех кубов По цели в 6 от себя Очень клево Очень понятно Наши ребята Как бы хотят выпадать Хотят стрелять И на самом деле Они будут выпадать Вот где-то Около 6 Или даже в 2 дюймах От оппонента И мы хотим Получить дополненный Перебороз На большей части Нашего оружия Так что Очень классная плойка Единственное Работает Да только один раз В ход Да повторить ее нельзя Но тем не менее Какая-нибудь Наша мельта Или мельта Бомба С большой вероятностью Просто удалит Одну из моделей Оппонента Вторая Adjust coordinates Немножко загадочная Мы можем Засетапить Нашего аквилона В 5 от нашего Дрюб маркера А не в 3 Но поэтому Мы не можем Совершать Дэш-файт Или шут Очень странно Я просто не могу Представить Когда это нам Может пригодиться Если бы не было Стрикта на Дэш-файт Или шут Я бы сказал Что это ультимативно Имба И очень классная Плойка Но с запайтом На стальбу И с запайтом На файт Я просто не вижу Ей никакого Применения Кроме того Как закинуть Типа еще больше Апл на домашнюю Точку оппонента Но как будто бы Мы и так можем Это сделать Поэтому Не знаю Не очень понятно Далее Tempestus Exemplars Вешается на Tempestus Aquilon Но не на серва-туарель И не на оперативника С Апл Более чем 2 Это важно Да Такая наша модель Может совершить Бесплатно Миссионные действия Пикап-маркер Или Place-маркер Очень неплохой На самом деле Очень неплохой Утилитарный инструмент Нам всегда Пригождается Лишнее действие Это по сути Таить Апл За Как бы 1 КП Это нам часто нужно Там Прибежать на точку Там кого-то убить Потом точку нажать За Tempestus Exemplars Очень классно Очень хорошо И далее Приагена Вешается уже На любого Tempestus Aquilon Кроме Сирва-сента И Айген 2 ДТаи вундов И Игнор Штрефов КПЛ Учитывая Что сейчас много стана В целом прикольно Отхилл Отхилл Тоже очень классный В общем Ситуативная плойка Она вот Главное что ситуативная Она хорошая То есть мне кажется Вот ход дароп И Tempestus Exemplars Это вот такие Самые главные Основные ваши плойки На которые стоит иметь КП И стоит иметь расчет Единственный минус Ход даропа Кстати в том Что он у вас Повестно Препадает После второго хода Потому что Тогда уже Все ваши оперативники Вышли И в нем Нет никакого смысла Вот Но окей Он все еще Очень сильный И наконец Наши оперативники И мы начинаем С лидера И лидер у нас Очень классный Потому что он Внезапно Отрестил себе Три АПЛ И может совершать Целых три действия Свою активацию Вот У него четвертый сейв Шестой мув Девять вундов В целом Как бы неплохой Персонаж Что у него По правилам Во первых Он Tempestus Ветеран Мы можем на него Бесплатно кидать Firefight ploy Если это именно Он выбранный нами Оперативник Что полезный Да опять же КП утилити инструмент И он может Бесплатно на себя Кидать Командарел Firefight ploy Что тоже прикольно Но работает это Один раз за битву К большому сожалению Но Так или иначе Он нам одно КП Как бы скорее всего Приносит За счет своего существования И помимо этого У него есть Уникальное действие Команд Да он за 1 АПЛ Выдает доп. АПЛ Какой-то модели В шести от себя Опять же Не может выдать его Сервасент Очень хорошая штука И здесь по-русски У нас возникает Небольшая Опять шизофорния И двойственность Потому что С одной стороны Наш Тимпистол Хочет бежать вперед Чтобы всех там Орезать Всякими Чейнсвардами Паревэпонами И поручими Своими орудиями Убийства Но с другой стороны Он как будто Не хочет это делать И хочет по-русски Типа раздавать Кому-то АПЛ Ну вот То есть Здесь есть вот такая Небольшая Недопонимание Да Немножко Раздворение личности У Тимпистол Происходит Но тем не менее Как будто бы Он все еще может Бежать в проют Кого-то Арезать И кому-то Выдавать АПЛ То есть Окей Как будто бы Его можно потерять На 3 ход Может быть даже на 2 Это будет не так страшно Учитывая что В игре больше нет Хэдхантера И вы ничего не потеряете От его смерти По факту Так По закачкам Я считаю что Брать его с Ходшотлазгарбином Это явно вообще Не то что нам нужно И вот у нас спор идет Между именно Аэрикболтпистолетом И чайником И ходшотлазпистолетом И павервэпоном Собственно в чем идея Если мы берем себе Павервэпон И ходшотлазпистолет То у него Ну Какая-то мне кажется Все таки дебильная пушка На стрельбу Но Окей пойдет И хорошая Мели Парялка Для разваливания Там всяких 10 вундовых моделей И даже какого-нибудь Спейсмаринщика Он может типа Немножко потыкать Как-то больно И ощутимо То есть мы жертвуем Типа Получаем Точнее как Мы получаем слабую стрельбу В обмен на Очень хорошее Оружие ближнего боя Если мы берем Орелик, болт, пистолет И чайник Мы получаем Как бы Хорошее Среднее оружие Ближнего боя Которое отлично Убивает 8 вундовые модели И в целом Даже 9 вундовые Если постараться И в целом Как бы хорошую На самом деле Пушку Которая тоже Может убивать 7-8 вундовые модели То есть Просто в таком случае Он и то и то Делает как бы Среднее Да Когда мы берем Ходшотлазпистолет И Павервэпон Он хорошо делится В ближнем бою Но типа Типа плохо стреляет И здесь Типа вот Вариант между балансом Типа во всех отношениях Или более ультимативным Ближним боем Я честно не знаю Типа что лучше Наверное Оптимально И максимально спортивно Было бы иметь Две его вариации Типа с ПВшкой И с чайником Я бы на самом деле По-моему Брал бы его С болтпистолетом И чайником Плюс потому что Мне нравится Релик болтпистолет У него там Летал 5 И тайпять Он может просто Кайтами Типа кого-то Закидывать в стрельбу А в ближнем бою Ну нанесет он нам 12 ворона Ну и сдохнет И кому это интересно Наверное никому Но тут на ваш выбор Аквилон Гаринадер Наш ключевой По сути специалист У него вот Основной статлайн Наших аквилонов Это 2 апреля Четвертый сейф 8 вундов 8 вундов Это такой Типа плюс-минус Порядный трешхолд Потому что Всякие 3-4 пушки Которых очень много Уже нас гарантированно Не убивают Вот Но все еще Мы легко отваливаемся От профилей По типу 4-5 Но их и не так много Зачем нам нужен Гаринадер У него есть Мельта-бомба Собственно 4 атаки Тай плюс 5 Тай Ну условно 5-6 Потому что мы Тай-морталки Вешаем на Критикал-хитах Хэви Репозишн-онли То есть мы можем Кинуть Мельта-бомбу Высадившись Из Собственно Валькерии Да упав с неба И персинг 2 Вот это очень На самом деле важно Потому что у нас банально Персинговой гари Сейчас мало Это возможность Отобрять у оппонентов По инспеки Кидать цивы И это очень Мощная штука Учитывая разгон На полный переброс Учитывая разгон На северы То есть у Аквилона Гаринадера Вполне простая И понятная роль Как бы на первый взгляд Он просто падает С маркера В 2 дюйма К оппоненту И кидает в него Сход дарупа Мельта-бомбу И с большой вероятностью Просто его Аннигилирует Поэтому он может Также аннигилировать Ну вполне себе Нормального космодесанника Так что очень Мощный специалист Вот Есть странный вариант Вводить его Именно по столу Но Тяжело Потому что оппонент Тогда точно Занет где он Ему как будто бы Паруща от него Отзонится И из-за того Что у нас Мельта-бомба Она именно Хэви-айпозишн Мы не можем Дать ему 3 апрел Ему в дэше Кинуть Мельта-бомбу Поэтому Как будто бы Большого смысла В этом все-таки нет Но если мы Используем его Именно таким образом Мы можем дать ему 3 апрел от нашего Тимпестора Он там Сделает Репозишн Потенциально кинет В кого-то Мельта-бомбу На 3 дюйма Что все еще Маловероятно Но потом у него Будет 3 апрел Чтобы кинуть еще Допустим Стан-гранату Или смоука-гранату Которая тоже В него вшита Да То есть Вот это на самом деле Весьма прикольно Но это то Что нельзя Привернуть Выкидывая Гринадера Из даропа Но мне все еще Кажется Что это Именно Специалист Который Должен даропаться Должен даропаться В 2 дюймах От оппонента И кидать Мельта-бомбу Все Это Самое Престное Понятное Что он может сделать Далее Гандфайтер Шизо-специалист У него есть Пистолетики Главная проблема Что это Пистолетики Типа 3-4 Что немножко Странно И дебильно У него 2 профиля Первый фокус Собственно У него там Переборос одинаковых значений И рейдинг То есть Если нашли Критикал хит То у нас 2 критикал хита Остановятся Подключаем Мейнтейн моментум И у нас в целом В любом случае Будет 2 кайта В нашей стайлибе Что в принципе Неплохая такая Раскачка И опять же Восьмимундовые модели Это может снести Вполне спокойно Есть еще второй профиль Салва Он уже без Цизлеса То есть без Перебороса Одинаковых значений И на 4 плюс Две валидные цели Правда Опять же Мне кажется Что вот это Момент пожадничать То есть Вы захотите Пострелять 2 модели В итоге Ни в одну Ничего не нанесете Потому что Попадаете плохо И лучше бы вы Просто одну Типа зажарили С фокус Профиля Как мне кажется Еще у него Есть загадочное Правило Ганфайт Собственно Когда Вражеский оперативник Восьми от него Стреляет по нему То мы Следим Сколько Провалов Нашел наш оппонент И далее После этого действия До того Как какие-либо Погибшие Были Собственно Исключены Да С поля боя Включая Самого Ганфайтера Мы можем Совершить Бесплатную Стрельбу Вот Для этого Мы можем Даже поменять Пайкас У нашего Ганфайтера Если он Друг был в Консиле Но в таком Случае Мы можем Только выцеливать Того врага Который Стрелял По Нам И только Нашим Фокус Профилям И количество Наших Атак Дайсов Равно Количеству Провалов Которые Нашел Наш Оппонент Плюс Один Да То есть По нам Не знаю Пострелял Чувак Нашел Два Провала Мы В ответ По нему Отстрелялись С тремя Хитами Типа Это мемно Это забавно Но не то Чтобы Как-то Очень Сильное Прикольно Единственное Да Если Оппонент Типа Полностью Обкакался И вас Не попал То Вы По нему Просто Получаете Дополнительный Раунд Стрельбы Что Ну Весело Но Не более Того Далее Ганнеры Ганнеры Вообще На самом деле Беспонтовые И без правил Но что важно И на самом деле Очень прикольно В новой редакции Они попадают На Тай плюс Что на самом деле Очень и очень хорошо Потому что Вообще Ганнеры Сейчас Очень многие Стреляют на 4 плюс Что конечно же Дебильно Вот Здесь у нас есть Что Мельт карабин В принципе Стандартная мельта С Да Персинг вторым Дамагом 6-7 Четырьмя Морталками На кайтах В общем Ужасное оружие Опять же Мельта Это отличный Претендент На ход Дрёп Просто упали В 2 дюйма И типа Сожгли Какого-нибудь Спейсмарина Очень классно Можете даже Без ход Дрёпа Ход Дрёп потратили Там допустим На мельта Бомбу А этого Просто КП Орелами Закидываете То есть Очень Очень мощное Оружие Которое нам Обязательно Нужно И далее У нас есть В целом Всё Десятивундовое На самом деле Что так же Хорошо За правила Ход Наш плазмокарабин Никогда не опускается В инжор С одной Своей стрельбы То есть Даже если мы Обкакались То всё равно Мы хотя бы Сможем нормально Пострелять На следующий ход Если конечно же Переживём Да Текущий ход И ну Это правда Всё ещё На самом деле Хорошее оружие Чтобы пострелять По десятивундовой модели И вполне эффективно Её убить Да То есть Сейчас конечно Все вот Пают панихиду По плазме Что вот да Плазма больше Не ваншотает Космодесант Но зато Она всё ещё Ваншотает Всё остальное Поэтому мне кажется Не такая большая И потеря На самом деле И далее У нас есть Марксман Собственно Марксман Это печальная модель Потому что Он очень плохой Да И Как бы Условно Вот наш Плазмоган Он как раз таки Типа Конкурирует Именно с Марксманом И Марксман Проигрывает Буквально во всём У него конечно Есть казалось бы Очень страшный Типа То есть по факту Тай-6 на кайтах Из консила Можно подстойлять Но Тут уже Начинаются Пайколы Да Что Консил позишн То есть Стрельба и сайлента У него может быть Только один раз За игру Потом он уже Вангейдж Должен это делать И что самое тупое И самое обидное У него этот Лонгглаз Хэви То есть он в целом Не может с ним ходить Если он хочет Из него стрелять И соответственно Что самое тупое И самое болющее Мы не можем Выпасть Марксман на вантажку И тут же С него подстойлять Нормальным профилем Да Мы конечно можем Подстойлять профилем Лонгглаз Мобайл Но это типа Очень плохой И дурацкий профиль Который нам Не интересен А вот с его страшного Профиля мы подстойлять Банально не можем И он просто ход будет Стоять тупить И ничего не делать И он очень сильно Повязан да Вот к той позиции На которой он оказывается То есть Если он друг не находит Для себя валидных целей Для стрельбы То это просто типа Потраченный в пустую Оперативник без приколов Короче мне кажется что Вот еще наш да Конкурирующий с ним Специалист по имени Серва Сентай Она тоже лучше Плюс потому что Ее банально Пороще утилизировать И она меньше Зависит от стола И от вашей позиционки Поэтому Марксман Какой-то Ну очень дебильный Даже несмотря на то Что он Типа у нас Снайпер вантаж Да И получает Север Если стреляет С вантажки По моделям Энгейджа Ну все еще Типа так себе Не знаю Очень жалко снайпера Потому что Очень плохой спец И у нас есть Пайкурис И это внезапно Как бы последний Уникальный специалист В нашей команде Не считая Туарелли Да То есть видите Специалистов действительно Мало У него что есть У него есть кинжал Это его главная фича 4 атаки 3 плюс 3-4 Летал 5 Ну типа На самом деле Пайуфель сомнительный Потому что Ну 8-мундовые модели Он с натяжкой Убить может 7-мундовые Очень хорошо убивает Все что больше Да По лундам Он банально Никак не закалывает И в итоге Скорее всего Сам умирает В ближнем бою Но В чем у него Пайкол Да Он может упасть В ближний бой Напоминаю И собственно Тут же Заизолвить 2 дайса автоматом В ближнем бою То есть Сразу нанести 7 айона Или 8 айона Одной тычкой Что на самом деле Важный и прикольный инструмент Да Также важно Что он заделается В любом случае Вот То есть Не обязательно Для этого даропаться Что опять же Хорошо И также Он у нас динамик То есть Каждый раз Когда он совершает Файт или шут экшен Он может тут же Совершить бесплатный дэш После этого действия Вот И может это делать Даже если совершал Чардж экшен Свою активацию Но Должен использовать Только Сохранившуюся дистанцию От чарджа То есть Условно Если вы подчарджали На 6 дюймов То у вас есть Еще 2 дюйма Чтобы куда-то подэшить Но не больше Такая вот история Тем не менее Персонаж прикольный Смешной И опять же Главная его фича Это что он Как ассасин Подает на кого-то Сверху Бац Заколол И потенциально Там точку Пережал За Темперту с Экземплэрс В общем У него есть Какой-то Утилити Но Не такое Как бы Ультимативное Какое Могло бы быть И наконец Сервосентр Да Наш любимец Наша сервотворелька Что прикольно Она очень Типа Статовая То есть У нее хорошие статы Она большой Трешхолд По вундам Ее тяжело убить Банально У нее Четвертый мух Да Она медленная Но мы скорее всего Высаживаем ее С нашего Дропмаркера То есть Для нас это Небольшая проблема Трештый сейв 10 вундов Ее действительно Тяжело убить Да То есть Это Это прикольно Единственное Она Не может По идее Файтиться Потому что У нее нет оружия Ближнего боя Да Она не может Не может Файтиться То есть Все просто Прибегают И бьют ногами Но тем не менее Она нам нужна Не как Чувак для ближнего боя Она у нас нужна Для того Чтобы с нее стрелять Да И стрелять Она на самом деле Неплохо У нас есть Три пушки на выбор Флеймер Гринайт лаунчер И хотшот Волиган Сразу скажу Самое лучшее Это Гринайт лаунчер Потому что У него есть два профиля Бластовый Который Прикольный И полезный И Гринайт лаунчер Который тоже Дополнительный источник Какого-то АП Гарантированного В нашей команде Что очень здорово Из хорошего Торель может стрелять Дважды То есть Опять же Вот в ситуации Со снайпером Вот у нас есть снайпер Он не двигается Он стреляет Своим Профилем ТАИ-6 Да Прикольно Вот у нас Серва-сентра Не двигается Она или два раза Стреляет Бластовым Профилем 2-4 Или два раза Стреляет 4-5 Пр1 И это все равно Куда более эффективно Чем снайпер И дополнительно Из-за того Что у серва-сентра Просто база Своих миллиметров Ей Ну по геометрии Килтима Легче найти угол С которого она может Пострелять Чем снайперу Вот И в крайнем случае Она хотя бы может Подвигаться И все еще Пострелять нормальным Профилем Да А не стоять Ступить Так что я большой фанат Серва-турели Это прикольный специалист Главное Именно его доропать Наверное На первый ход Да То есть как раз Найти для него позицию Там на вантажке Или еще где-нибудь Там доропнуть И пускай стоит Пускай стреляет И наши обычные пацаны Таруперы Собственно У них есть Ход шотта с карабины Там 4 атаки Тай плюс Тай 4 Ну там Бомжей попугать Не то чтобы Да что-то сильно серьезное У них есть Испорятного Всякие прикольные бонусы В первую Стратегическую фазу Допустим Они могут Сделать бесплатно Репозишн Из нашей киллзоны Но Из даруп зоны вернее Да Но могут двигаться Только на тай дюйма То есть Это прикольно Это повод Оставлять тарупера Как раз таки На поле боя Чтобы они Из даруп зоны Выбегали на тай дюйма И в итоге Они Ну по сути Получали даруп инстрашн Таким странным способом Вот И Свифт лендинг Если мы все-таки Решили засадить тарупера На даруп маркер То он высаживается В четырех от него А не в тарех Вот На самом деле Опять же Очень ситуативно Учитывая что Трупер вряд ли Сделает что-то полезное Но Типа прикольно Иметь подобную Фичу Да Можно опять же Там на центральную точку Упасть Дополнительно Сделать на ней Что-то гадкое Вот Такие собственно Идеи Это у нас все По специалистам Итак По экрипу У нас есть что У нас есть Напоминаю Сейчас экрипы Выдаются Типа на всех сразу То есть У нас четыре опции Но они выдаются Всем сразу При большом желании Темпестус Даггер Все наши ребята Получают По профилу В ближнем бою Три атаки Четыре плюс Три четыре И это то что мы Скорее всего берем всегда Потому что это просто Пайкольно И позволяет нам Какие-то дополнительные Чипунды Вносить в Врага Классно Далее В дропавгоре Тоже автопиковый Экрип Мы можем подвигать Один из наших Дропмаркеров На Четыре дюйма Но Условно по горизонтали То есть мы не можем Двигаться ближе К Дропзоне оппонента Но это все еще дает нам Хорошую Мобильность И что самое главное Как раз таки это Усложняет оппоненту Возможность Как-то увернуться от нас Потому что мы можем Подвигаться на четыре дюйма Сюда Там четыре дюйма Сюда И упасть там Не там где он Условно ожидает То есть Очень хороший И полезный Экрипмент Remote Oversteer Это Переборился Инициатива Раз за битву Сам не знаю Плюс насколько это полезно Если вы верите в себя Наверное это прикольно Но как будто бы Я бы не стал брать На самом деле И наконец Комбат Штимы Это Игноры модификаторов К муву От Инжоя Ну вообще тоже Совсем какой-то неинтересный Я бы всегда брал Кинжалы И дарупа в горе Потенциально Можно брать Аймоут Уверсиры Но не знаю Я небольшой фанат Айола инициативы И из собственно Базового экрипмента Можно взять Какие-то там Дефолтные штуки По типу колючки Там мин Гранат Еще можно взять Зачем-то В общем Есть Есть какие-то опции Но главное Что вы должны брать Это дарупа в горы И темпесту с кинжалом То есть Это то что нам Действительно важно И нужно По архетипам У нас есть два лучших Архетипа в игре Как раз таки нам повезло Это айкон И сик эндес второй Собственно говоря О айконе Мне кажется Это архетип Больше подходящий Для этой команды Здесь у нас есть Отличная вторичка Конфирм килл Мы убиваем оппонента Потом стоим около него И получаем За это виктори-пойнты В целом То чем вы и так занимаетесь Поэтому миссия Мне кажется Классной И хорошей Сик эндес второй В целом Тоже неплохой Главное Не брать чемпиона Наших аквилонов Но в принципе Что с сторим Объектив Что оверан Как будто у них Есть определенная Возможность сделать Но как будто бы Делать это сложнее Чем конфирм килл Из айкона Вот такие дела Ну и вообще На самом деле Говоря как раз таки О том Что для этой команды Главное Да Какую миссию Горяда там на убийство На точки Или вторичку Мне кажется Что аквилоны Все же лучше всего Играют именно в точке И своей главной миссией Стоит делать именно Каид оп Вот такая у меня Позиция Говоря о составе команды У нас Все весьма просто И понятно Мы играем одним И тем же составом Который никогда По сути не меняется Мы берем нашего лидера Всех наших специалистов Которых уникальных Всего на самом деле Как бы три штуки Не считаясь Сайлосентарь Двух ганеров С мельтарей плазмой Турельку И трех труперов Все Это нам больше Ничего никогда Не нужно Вот Но из хорошего У нас в коробке Моделей Одиннадцать Десять темпестуев Темпестусов И одна турель И поэтому у нас есть Один Типа одиннадцатый Условно Призрачный Фантомный бомж Фантомная тушка Которую можем собрать Или как снайпера Вдруг снайпера бафнут Или как трупера Чтобы заменять иногда Прикурсера Когда в нем Нет большого смысла Или допустим Собрать вторую Закачку лидера Чтобы его не магнитить Так что Все очень просто Как собрать Темпестус аквилонов Пока они продаются Только в Kill Team Hive Storm В большой коробке Но когда-нибудь Они выйдут Отдельной коробкой И можно найти их На распилах И наверное На всяких тоже Студиях 3D печати И там они Спокойно собираются Из одной коробки Потому что Ну я уже объяснил На предыдущем слайде Да там 11 моделей И у нас Даже больше чем нужно У нас остается Единственный важный Нюанс Это то что Мельта и плазма Они К сожалению Повязаны к одним И тем же рукам Поэтому если вы хотите Собрать двух ганеров Из одной коробки Вам придется Немножко там Типа По конверсти Поскупить Но это в целом Не так страшно Вот в принципе При желании Да мы можем Действительно Замагнить Темпестуя Там это не так Сложно делается И собрать Десятую тушку Как снайпера Опять же Мало ли снайпера Бафнут А если не бафнут То можно использовать Снайпера Как обычного бомжа И никто не будет Возражать Потому что они Минимально отличаются По внешнему виду Там просто Чуть побольше Пойцева у снайпера И все Вот Ну и на этом Как бы все По правилам команды И каким-то ее особенностям Она неплохая Она сбалансированная Прикольная банда Действительно С каким-то уникальным геймплеем Ничего подобного Киллтим до этого не видел Но что мне Лично немножко Не нравится в эквелонах То что они мне кажется Весьма сильно А репетитативными То есть у них геймплей В целом всегда Похожий То есть мы всегда В целом Имеем одну и ту же идею Когда двигаем Наши дробмаркера Да С интенсой Там типа Заскорить домашнюю точку Оппонента Падая на нее Мы всегда Хотим выпадать Там мельта И мельта бомбой В два дюйма И собственно Их кидать в оппонента А когда мы собственно Все выпали Мы играем Ну по сути Обычными дефолтными Пацанами без приколов Не знаю Да У этого есть какой-то Определенный шарм Да У них есть определенная Тактическая гибкость И вот какая-то Уникальная мобильность И действительно Уникальный геймплей К которому у меня нет Больших претензий За исключением того Что мне кажется Этот уникальный геймплей Может вам надоесть Через 10 игр Потому что вы будете Делать одно и то же Но возможно Я чего-то не понимаю Да Возможно У меня здесь Несколько неверное воспорядие В общем и целом Это классная команда Для новичка Потому что У нее очень мало Каких-то Сложных И интуитивно Непонятных правил Все предельно просто И все Как бы В целом Предельно ультимативно И понятно Да И на самом деле Если все-таки Как бы в ней разобраться И подольше в ней поиграть Вы наверное сможете Даже неплохо За нее играть И занимать Какие-то призовые места Потому что Ну потенциал в целом есть И Говоря опять же Какую-то общую мета картину Сейчас мета Очень сильно повязана На элите И как будто бы Аквилоны Неплохо играют в элиту Да Потому что у них есть Вот эти АП-пушки От которых нельзя вывернуться Которые очень страшные Вот в целом Это все Но опять же Когда вы теряете эти пушки У вас команда Превращается в команду Обычных бомжей С лазганами Что наверное Немножко обидно Но все еще Команда неплохая Вот Ну а затем все Как бы если этот обзор Вам понравился Показался полезным Или интересным То не забывайте Ставить лайк Подписываться на канал И оставлять свои комментарии Что вы думаете По поводу этой команды Да Как вам ее геймплей Может вы уже успели За нее поиграть Мне будет интересно Да Почитать ваше мнение Да Ваши какие-то Замечания Комментарии И так далее Вот Также не забывайте Переходить по ссылкам В описании И подписываться На наши соцсети На ВК, Телеграм И конечно же Бусти Где ролики выходят Чуть пораньше В отдельном плее И где вот есть Розыгрыши И возможность выиграть Эту команду Да В конце этого месяца В начале ноября Вот Ну и конечно же Все подписчики Бусти Получают место в титрах И мою любовь Люблю вас Бусти Подписчики Вы самые лучшие И замечательные котики На земле Ну а затем все Это был канал A Handful of Boys И его бессменный ведущий Кеша Играйте в Kill Team Играйте в Kill Team Осознанно И пусть у вас Все будет хорошо До новых встреч И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok